всем привет сегодня я хочу показать вам новую версию линукс мин цена мон 19 ну практически мне удалось на нее установить все эти программы которыми я раньше пользовался без танцев с потому что я сделал апгрейт я сделал апгрейт с 18.3 где у меня все было настроено до 19 версии а если на чистую 19 версию ставить программы то конки не ставится систем баг не ставится и много программ не ставится вот таким вот образом при апгрейде все работает нормально вот хочу показать вам даже снимочек вот пожалуйста я сделал программа систем баг и за образ и этот изообраз я запустил на виртуальной коробочке вот пожалуйста смотрите все работает все нормально дальше сейчас я закрою вот пожалуйста версия вот если посмотреть сюда что вашим глазкам кажется не было трудно я сделал снимочек увеличил его вот видите что самое последнее ядрышко и linux mint 19 тара 64 битный вот таким вот образом значит ну что настройка под себя любимого всегда производится скажем так но по общим правилам первое значит настраивается погода вот у меня настроена все проверка пулю здесь вы правой кнопкой мышки нажмете зайдете в настройку и вот здесь вот получить вот этот адресочек нажмете вот на эту кнопочку откроется броузер и в нем английскими буковками заведете там название своего города вот смотрим код владивостока вот он он берем его выделяем копируем копируем сворачиваем это окошечко и вот сюда значит вместо моего значит адреса где живу вставляем сказать вот адрес который нужен и просто-напросто закрываем все смотрим владивосток и прогноз погоды на пять дней ну как видно погода не очень веселая но ничего страшного дальше что всегда требуется поднастроить всегда так параметры вот уровни я здесь всегда оставляю только два уровня а значит это уже просто по опыту я с ними уже как говорится наелся самые обычные два уровня оставляем остальное пусть как говорится кто любит работать на дядю экспериментирует автообновление каждые двадцать восемь дней не каждые там два часа несколько там минут как просит производители раз в месяц этого достаточно система надежная вот значит нажимаем применить ну и теперь еще пойдем посмотрим это снимки системы источники приложений ну вот здесь нажмем еще единичку менюшка несколько поменялось ну вот значит нужно настроить зеркала вот первое настраиваются зеркала по тому месту где вы проживаете поэтому вот у меня вот стоит здесь это зеркало вот это а вам нужно будет на каждом зеркале вот так вот раз нажать подождать там 3-5 минут и вот выбрать зеркало из самой верхней строки вот самая верхняя строка это самая скажем такая скоростная следующее зеркало опять таки вот наводим сюда ждем там несколько минут ну вот здесь видно один 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 практически все равно но я выбираю байтмарк потому что у меня он уже проверенный работает хорошо скорость одинаковая нажимаем на окей сейчас он обновит временные файлы там посмотрим что к чему я даже выбрал другой ну ладно обычно я выбираю байтмарк хороший такой сервер ну давайте посмотрим что здесь все значит зеркала вы обновили под себя закрыли ну и проверяете там обновления когда все обновления у вас проверено значит переходим дальше какие можно делать настройки ну вот например я выбрал иконками рабочего стола аджвата но вы можете сделать и другие вот посмотрите идете в меню идете в настройки кстати файлик вот этот я могу закрепить вот здесь и переместить его куда-нибудь вот сюда да вот посмотрите тема у меня стоит тема аджвата мы можем выбрать тему допустим гнома хай колор а можем выбрать вот стандартный допустим mint x видите как иконки поменялись то есть выбираете любой тип иконок который вам нравится и на этом как говорится там останавливаетесь а значит по вопросу о том как поменять меню загрузки там автозапуск сделать или сделать вход с паролем для того чтобы изменить порядок или тип загрузки значит вот можно пойти вот сюда и вот видите окно входа в систему у меня здесь парольчик единичка этот парольчик сейчас заведем и вот здесь вот кое-что посмотрим вот если вы хотите чтобы у вас при входе в систему высвечивалось меню где вы должны завести пароль то ради бога значит и здесь вам нужно будет это дело убрать то есть просто напросто вот так вот убрать имя пользователя закрываете выходите и при следующей загрузке у вас уже будет появляться меню загрузки где вручную нужно будет завести имя пользователя и пароль если вы хотите чтобы было все как говорится автоматом опять таки идете сюда здесь заводите словечко ну в данном случае у меня это юзер вот сейчас я его заведу а у вас может быть любое другое как узнать какое да вот пожалуйста вот у меня в домашней папке стоит юзер то тут кто давал имя там другое там типа там серк алекс там или какое угодно заведете вот это имя вот сюда и у вас автоматом будет компьютер стартовать но если вы хотите чтобы было все дело под паролем значит ради бога вот ставите вход вручную значит там имя пользователя можете оставить но можете убрать лучше убрать и все оно будет как говорится работать нормально вот скажем так вот такие вот минимальные настройки ну настройки времени еще обычно вот настройка даты и времени выбираете здесь значит любой там свой часовой пояс сначала нужно разблокировать естественно опять таки завести единичку и допустим ну где тут москва где то здесь наверно да что у нас тут какой город европа получился а вот минск давайте повыше пойдем киев собственно выбрали мы москву вот все выбрали снова взяли значит заблокировали закрыли значит окошечко и у вас время будет идти по москве ну и здесь можете опять таки поменять допустим в настройках значит поищем москву опять таки запомните что заводится все английскими булковками английскими булковками сейчас заведем москву ну вот смотрим москва рашин вот взяли скопировали и вставили сюда москву москву смотрим ну вот видно что в москве значит погода на ближайшие дни породние ливни а затем четверг пятница суббота ну хорошая погода вот таким вот образом то есть вы настраиваете уже скачанный образ с моего значит с моей кладовочки с моего облачного хранилища а дальше уже начинаете его настраивать под себя любимого или любимую то есть как там что вам нравится причем значит хочу вам значит вот такую вот интересную вещь сказать значит если вы значит имеете массу свободного времени и как говорится хотите все сделать своими ручками то флаг вам руки но не пишите мне под этим видеороликом что вот каждый там должен делать все сам не нужно этого делать у людей иногда на эти глупости времени нет а что они обычно делают они скачивают образ с моей кладовочки проверяют его на виртуальной коробочке записывают на флешку флешки ставят к себе на компьютер и дальше настраивают его вот как я вам сейчас показал самые основные базовые настройки если по каким то причинам вам какая нибудь программа не нравится вы меня извините но в linux mint но это делается ну настолько просто что вот как говорят два пальца в асфальт вот взяли не нужен нам почтовый клиент правой кнопкой по нему нажали видите написано словечко удалить удалили завести пароль ну и что трудно вам завести пароль у меня в этой сборке он единичка нажали единичку нажали аутентифицировать пароль видно я неправильно ввел еще раз заведу и он его это самое пожалуйста все это дело кажется нормально и корректно удаляет безо всякой головной боли вот спрашивает нажимаем окей и сейчас он все это дело вон все эти пакеты по удаляет раз и навсегда после того когда вы сделали все там необходимые манипуляции вот два пылесоса у вас вот один вот второй ну допустим этот пойдем стейсер вот нажимаем на метелочку отмечаем каждую галочку чтобы все проверил проверить вот там где то есть какие то значения вот отличные от нуля вот здесь вот ноль это смысла нет а вот здесь вот мы их отмечаем нажимаем почистить опять таки заводим парольчик парольчик значит наш здесь единичка нажимаем аутентифицировать гораздо проще было бы назвать словечко окей можете проверить на другом пылесосике вот еще один хороший пылесосик вот отметили здесь вот все графы отметили можно еще и здесь вот отметили все очистить продолжить пароль единичка и вот пусть он все тщательным образом вам все это дело почистит после всех ваших там настроек так как вы там под себя все это дело настраивали ради бога и у вас будет так сказать нормальный мент который будет работать до двух тысяч двадцать третьего года пять лет и мой вам совет если вы все настроили и у вас все работает сидите теперь на нем и никуда не дергайтесь появится там и двадцатая версия двадцать первая какая вам разница если у вас все настроено все работает чики-пуки и пять лет гарантированно ну и чего добра добра искать ну и сидите на нем спокойно если у кого-то зуд есть в одном месте и кто гоняется за каждой новой версией флаг вам в руки барабан как говорится на шею бронепояс навстречу ради бога ну для нормальных пользователей ну представьте себе ну вы скачали вот допустим я сейчас вам эту сборочку закачаю там к себе на кладовочку вы ее себе скачали под себя настроили и пять лет вам гарантированно оказывается нормальной спокойной жизни чего еще надо я поведаю что все нормально поэтому у меня вопрос вот ко всем этим там новым версиям очень такой консервативный ну что у меня люди до сих пор есть которые сидят на linux минс 17.1 17.2 17.2 17.2 по моему до девятнадцатого года работает и у них все работает как часики ну взяли вы поставили эту версию настроили если у вас все работает нормально ну и не гоняйтесь дальше за самыми последними версиями ну чуть понять не могу пять лет вам гарантированно спокойно работают сидите спокойно работаете вот и все хорошая linux mint нормальная система причем вот здесь вот в моей сборке у меня значит time shift одно средство для создания бакапов qt5 fs архивер еще другая программа для создания бакапов и system bug тоже делает бакапы и плюс еще создает изообразы текущего состояния вашей операционной системы на которую вы можете выложить как говорится там на облако и которым вы можете делиться со своими друзьями ну че вам еще надо вот посмотрите три три нормальных как говорится мощнейших средства для защиты ваших вашей операционной системы че случилось даже слишком запустился и восстановил свой бакап че еще надо вот поэтому значит я вам всем рекомендую в плане вот этих вот постоянные у них гонки на linux mint да и на других тоже там системах и на арчике на арчике они вообще сделали у них идут постоянные обновления вас даже не спрашивают то есть вот такие вот по типу rolling update они вас не спрашивают просто ставится новое обновление и привет и все то что у вас нормально допустим там могло нормально работать а после очередного обновления оно может взять и слететь поэтому я вот картику так это и программа с подобными свойствами отношусь весьма и весьма кажется спокойно почему потому что по мне лучше всего вот я взял скачал настроил подогнал под себя и раз в месяц там делаю значит обновление и то при том смотрю надо мне это или нет вот и все а все эти rolling update системы они имеют право как говорится на жизнь но они вот грешат вот такими вот свойствами это на арч линуксе это по моему на манджарке ролик обдейты есть и есть ой еще одна очень хорошая была операционка американская война вспомнил название скажу ладно так ну вот еще здесь вот по отмечаю вот все это чтоб все поубирала нам начисто вот опускаю убирает еще раз спрашивает видите как хочет на все это дело вычистить да ради бога пускай все очищает то есть пылесос сейчас убирает все ненужные программы весь мусор все то что говорится не нужно а потом раз в неделю можете его включать да и все а я сейчас пока скажу вам название операционной системы которая тоже настроена по принципу роллинг апдейтс а вот она pc linux s тоже очень хорошая красивая операционка и у нее значит то тоже обновления идут по типу роллинг апдейтс то есть ну как в инде вас не спрашивают просто берут обновляют и все ну скажем так ну мне это не совсем по вкусу поэтому я предпочитаю linux mint где я все таки могу сказать выбрать нужно мне какое-то там обновление или не нужно вот практически и все ну и вообще вот за время пользования различными linux я остановился на linux mint я никого к этому как говорится не принуждаю а просто высказываю свое мнение что лично для меня это наиболее скажем дружественная операционная система которая очень легка в настройке очень гибкая и поэтому я в принципе практически ну 95% своего рабочего времени а может и 99% я работаю на ней мне этого вполне достаточно ну вот все она почистила все здесь чики-пуки поэтому значит еще раз значит для тех кто захочет обновиться самостоятельно вот этим людям придется пойти на мой сайт на главную скачать вот конки последнюю версию вот нажимаете допустим там на мега то есть у вас допустим 18.3 настроена а вы хотите обновиться до 19 и вот идете на чай 3 и вот этот файлик команды видео без всяких холнистых линий правой кнопкой мышки берете скачиваете обычная загрузка запускайте его значит когда запустили вот у вас будет вот такая вот менюшка в этой менюшке набирая смотрите команды для терминала вот и здесь вот пожалуйста значит я поместил ее сразу под командами для терминала вот что первым делом сделайте надежный бэкап системы копию а затем вот выполните одну команду вторую третью четвертую и пятую там по ходу дела будут возникать там окошечки всякие тупо совсем соглашайтесь нажимаете и все в одном местечке там будет значит что будете там это нажимать не получится нажмите клавишу тогда подсветится кнопочка ее нажмете значит по ней и дальше все пойдет нормально вот таким вот образом поэтому я вам крайне значит вот рекомендую значит пользоваться вот таким способом здесь практически у меня тот же linux mint 18.3 который я в свое время вырезал ну скажем так до немаги который хорошо и стабильно работает и я его просто-напросто взял и обновил до версии linux mint 19 вот с рабочим столом цинамон можете сделать это на любом другом рабочем столе но в 19 версии кеды они уже опрокинули то есть linux mint цинамон версии 19 имеет только 3 рабочих стола linux mint sonomon linux mint xface и linux mint mate вот и все ну ладно вот такая вот штуковина значит я вам желаю там всяческих успехов и всего доброго и до новых встреч до новых встреч